С начала текущего года в городе в аварию попали 80 детей. Пять из них погибли. Чтобы свести число ДТП к минимуму в Самаре на средство федерального проекта детства безопасности, стартовал курс лекций. Как показывает практика, зачастую родители не знают элементарных правил безопасности. К примеру, на каком сидении и как именно устанавливать детское автокресло. Об этом, а также о других нюансах безопасного вождения, расскажут инспекторы ГИБДД. Ольга Синева – мать двоих детей. Одна из слушателей первого тренинга. У меня старший сын еще есть. Как перевозить двоих детей? Я узнала для себя это. А то у нас вопросы все время возникают. Сын старший много секций посещает, школа. Так что мне надо постоянно за рулем быть. А младшая у меня маленькая еще. Из-за этого мне приходится постоянно с ней. Обязательно, обязательно. Это для безопасности нас, как говорится, наших детей, нашего поколения. Мы должны это знать и уметь использоваться. Некоторые лекции авторы проекта планируют провести прямо в рототделениях самарских больниц. Чтобы молодая мама училась не только грудному вскармливанию, но и о зам безопасного вождения. К примеру, родители должны знать, что при покупке кресла нужно обращать внимание на наличие наклейки о стандарте безопасности. На каждом автокресле, если он находится в стандартной безопасности, такая вот поклеечка, говорящая о том, что это кресло стандартизировано. По словам инспекторов, детей до года лучше всего перевозить в автокресле, установленном на переднем пассажирском сидении спиной к дороге, чтобы в случае резкого торможения ребенок не смог сильно запрокинуть голову. Детей старше года лучше сажать на заднее сидение. Многие родители до конца не понимают, какие детские удерживающие устройства нужно выбрать для ребенка, в зависимости от возраста, в зависимости от веса и роста ребенка, выбрать правильное детское устройство. Именно в рамках вот этих занятий будет проходить обучение. Использовать детские автокресла нужно до 12 лет. Хотя дети в возрасте от 7 и старше могут использовать и ремни безопасности с бустером. Все знают, как пользоваться не умеют. Поэтому здесь однозначно, если человек сам попробует и будет замотивирован, и будет знать, как это сделать правильно, потому что, видите, даже есть вопросы, на кое сидение, как лучше посадить вперед-назад. Эти вопросы на них вряд ли кто-то из соседей даст правильный ответ. Здесь специалисты, которые обучены. Лекции о безопасном вождении в Самаре будут читать в течение трех лет. Инспекторы ГИБДД уверены, это может снизить число аварий в разы. Валерия Куценко, Дмитрий Мешканцов, События.